В Бразилии началась крупнейшая антикоррупционная операция. По всей стране проходят аресты политиков и бизнесменов, оказавшихся втянутых в финансовые махинации. Полиции выписаны десятки ордеров на аресты. Кому же и за что предстоит в ближайшее время сменить удобные кресла на место в камере в Бразилии, расскажет наш корреспондент Анна Орлова. С группировкой, которая вывела около 1 миллиарда долларов через офшорные счета в 52 странах, оказались связаны многие влиятельные политики и бизнесмены Бразилии. Пока полиция не называет их имен, дабы не навредить репутации подконтрольных им компаний. Настолько высокий пост занимали ныне задержанные. На сегодня известно, что прокуратура Бразилии выдала 53 ордера на арест. Обвиняемых подозревают в мошенничестве и коррупции в составе крупной преступной сети. Аресты проходили по всей стране. Кого-то задерживали дома, кого-то прямо в кабинетах на рабочих местах. Не скрою, многие из обвиняемых вели себя вызывающе, ведь они долгие годы были уверены, что им все будет сходить с рук и неприкосновенность лежит в кармане. Теперь, видимо, недавние депутаты надолго забудут о комфорте. Власти Бразилии назвали эту операцию одной из крупнейших в истории страны. Прокуратура также провела обыски. Двое причастных к сети были арестованы в Эквадоре. Бразильский суд постановил конфисковать у фигурантов коррупционного дела наличные деньги и товары на общую сумму более чем в 2 миллиарда долларов. Чего там только не было. Золотые украшения текли рекой, машины, яхты, дворцы. Удивительно, что те же политики так роскошно жили и не боялись, что кто-то задумается, а на какие доходы куплено все это богатство. Разумеется, получено это было далеко незаконным путем. Власти Бразилии провели операцию автомойка, в рамках которой были собраны данные о преступной сети, как минимум в течение 13 лет, исправно отмывавшие незаконно получаемые высокопоставленными персонами деньги. Считается, что через такую автомойку ушло в разные карманы, минуя налоговые декларации и казну 40 миллиардов долларов. Вреди стран, втянутых в международный финансовый синдикат, фигурируют Эквадор, США, Мексика, Китай и страны СНГ. В полиции уверены, что ставить точку в этом резонансном деле еще рано, и аресты могут продолжиться. Анна Орлова, Дмитрий Лукша и Жуэль Францони для Хабар 24, Бразилия.